здравствуйте вы смотрите канал курсов мы сегодня продолжаем нашу настройку нашего сервера значит последних уроках мы с вами сделали вот такую вот импровизированную базу данных сегодня мы реализуем с вами настоящую базу данных с подключением microsoft и сквер серверу смотрите значит если брать два варианта работы с данными то есть как работы с данными то в microsoft можно использовать вообще в технологиях microsoft и в частности в dotnet core можно использовать допустим такой вариант например мы можем использовать старый adunet подход либо новый с использованием так называемый рм то есть entity framework в данном случае как работает adunet то есть обратите внимание вот например на количество кода да то есть вот вот эта часть вот этот вот метод adunet example содержит себе значительно много строк обратите внимание сколько этих строк то есть вот да то есть вот эти все строки означают не что иное как работу с баз данных то есть у нас есть строка подключения к базе данных дальше мы делаем запрос с кель запрос к базе данных и вот здесь вот в инструкции юзинг непосредственно получаем данные из базы и только вот тут мы видим две строчки то есть форыч икон и консуль консулу write line мы вводим с вами данные в цикле то есть для того чтобы нам получить данные из базы нам пришлось написать довольно много вот здесь вот кода уровень же в свою очередь обратите внимание содержит значительно меньше кода то есть мы также используем connection string строку подключения далее делаем запрос через методы и также через значит конструкцию for each мы перебираем данные то есть обратите внимание либо здесь мы использовали буквально вот четыре строчки да если считать connection string 1 контекст 2 парам value 3 и products 4 да грубо говоря ну или там вот эти вот еще строки можно подключить взять то в случае с а до а до на этот экземпл мы довольно много здесь расписывали всего перед тем как запустить наш цикл for each но мы в примере будем использовать эти фреймворк то есть орэм с ней значительно быстрее разрабатываются приложения прототипировать приложение сейчас чаще всего используют любую корень частности вот видите премьер а в прошлом уроке мы с вами использовали вот такую вот импровизированную базу данных используя обычный класс database который реализуется от лист стринг сегодня мы с вами реализуем вот орэм для начала в последнем уроке с последнего урока у нас уже вышел dotnet core 2.0 dotnet core 2.0 содержит в себе достаточно удобный механизм библиотек что я имею ввиду то есть давайте запустим новый проект выберем dotnet core давайте назовем веб сервер я думаю это правильно обратите внимание во первых у нас есть asp.net core 2.0 если у вас нет dotnet core 2.0 то для начала обновите свой visual studio инсталлер то есть его можно найти если нажать на клавишу windows visual studio installer если он попросит вас обновить нажмите кнопку апдейт чтобы обновить сам инсталлер после чего обновиться ваш инсталлер и запустится где вы сможете увидеть кнопочку апдейт то есть в моем случае мы видим что у меня появилась опция апдейта я могу обновить свою visual studio до 15.6.0 хотя обновлял ее вчера закроем инсталлер у вас должно появиться dotnet core 2.0 и вот такие вот темплейтеры то есть шаблоны давайте выберем web api посмотрим нет ли у нас здесь авторизации убедимся в этом но сервисе чин нажмем ok нажмем ok и так значит самое главное нововведение которым я хотел сказать обратите внимание вот сюда на dependencies dependencies new get обратите внимание что у нас сейчас появился вот такой вот вид наших ссылок то есть у нас есть microsoft sp net core точка ол то есть сейчас они ввели во второй версии dotnet core абсолютно все библиотеки которые нам понадобятся так или иначе для разработки это очень удобно нам не при их не придется теперь подгружать постоянно необходимую нам библиотеку то есть есть достаточно много всяких классных и нужных библиотек которые часто встречаются в работе например вот authentication фейсбук google jwt bearer microsoft account open authentication и так далее так далее то есть фейсбук google это понятно то есть мы можем подключить то есть авторизироваться через фейсбука google ну и так далее так давайте значит зайдем в контроллер мы видим что система как всегда по шаблону создает нам по умолчанию некоторый функционал виде get post и put запросов мы с вами по такому же принципу как в прошлом уроке добавим сюда контекст то есть класс application database context для этого нажмем в корне проекта правую кнопочку это класс назовем класс а в.п. датабейс контекст почему контекст потому что мы будем использовать уровень уровень своем своей конструкции своей архитектуре имеет сущность названием контекст поэтому лучше называть свой контекст как-нибудь по имени и добавлять в конце название контекст хотя это не обязательно теперь давайте расширим наш класс кастомный класс апп.датабейс контекст обратите внимание значит что я сделал я нажал control . либо точно также можно нажать вот сюда на лампочку желтую и выскочит подсказка что можно сделать с этим вот написанным с этой написанной инструкцией да то есть вижу студия сразу понимает что мы хотим например вот использовать microsoft entity framework core мы говорим да нажим используй то есть добавь юзинг соответствующий visual studio нам добавляет соответствующий namespace наверх и теперь наш контекст не подкрашивается теперь мы можем использовать наш контекст контекст у нас есть теперь нам нужно добавить еще один класс назовем этот класс допустим пользователь то есть юзер юзер будет соответствовать нашей таблице перед тем как продолжить давайте я распишу вкратце о том что любая urm должна иметь контекст и должна иметь классы классы какие-нибудь классы например там юзер в нашем случае дам может быть менеджер очень важно понимать что вот эти классы они будут соответствовать нашему нашим таблицам то есть юзер table либо например мана ман ман манаде тейбл вы сейчас что увидите поймете чем не что я имею ввиду то есть мы с вами будем создавать классы а потом через специальный механизм создавать таблицы на основе этих классов давайте значит первую очередь объединим добавим какую-нибудь папочку общую куда будем складывать наши классы которые потом будут соответствовать таблицам назовем эту папочку models далее добавим класс юзер называйте его в из единственном числе то есть один пользователь да потому что у нас же одна сущность с вами один пользователь и так мы добавили с вами класс юзер теперь очень важно любая любая такая сущность которая будет в будущем превращена в таблицу должна иметь айдишник то есть свойство айди наберите проб нажмите tab два раза в данном случае свойство айди это ключ уникальный ключ в базе данных обычно такой ключ должен быть числового типа то есть int или лонг я оставлю int напишите либо айди просто айди потому что фреймворк работает таким образом он видит с вами наш класс и ищет у него свойства с именем айди если он не находит с именем айди то он ищет свойства с именем юзер айди то есть название нашей сущности и айди в конце я всегда ставлю айди мне нравится такой вариант больше и допустим теперь добавим еще одно свойство назовет свойственным то есть просто имя все мы только что создали с вам класс который в будущем будет мапиться в таблицу обратите внимание то сейчас этот класс ничего не делает кроме как будет мапиться в таблицу да теперь смотрите мы должны зарегистрировать наш класс в нашем контексте очень важно потому что если мы с вами просто не добавим этот класс он не будет потом мапиться в таблицу для этого пишем db set внутри пишем наш класс и пишем users в плюральной формуле форме вот так да таким образом то есть обратите внимание у нас есть наш кастомный контекст который должен содержать наши с вами модели то есть наши с вами сущности которые мы добавляем в папочку модель то есть те самые классы которые в будущем будут мапиться в таблицу обязательно нужно поставить db set класс использовать то есть использовать класс db set это обобщенный класс который принимает тип нашей будущей таблицы то есть или нашей сущности я поставил в плюральной формуле под форме почему потому что наша сущность юзер будет таблицы соответственно юзеров у нас может быть там миллиарда допустим и же много соответственно мы говорим users то есть плюральная формула то есть множественное число окей все теперь смотрите давайте откроем а теперь значит такой момент как наш идите фриворк поймет к чему ему подключаться да давайте значит запустим view выберем package менеджер консоль так как у нас проект один мы здесь можем ничего не выбирать у нас дефолтный проект всегда до веб-сервер так теперь очень важно раньше то есть когда мы использовали с вами обычные эти то есть старые версии dot-нет а это было не тифриворк 6 мы писали всегда наибол мигрейшн теперь смотрите инструкция поменялось тут написано и на его мигрейшн из об суде то есть устаревшие юз от мигрейшн ту старт юзинг мигрейшн то есть все что нам надо теперь сделать это просто нажать мигрейшн 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 назовем миграцию можем назвать ее как-нибудь например и нет и нет мигрейшн да и нет мигрейшн нажмем enter так посмотрим что вылезет скорее всего сейчас будет ошибка так мы с вами connection string добавили у нас вышла ошибка потому что наш entity фреймворк сейчас не знает как какому серверу подключиться ну это логично да то есть смотрите тут написано но датабэ с правой для хаз бен конфигурен фазы дебе контекст то есть наш датабэ с правой для не сконфигурирован к нашему контексту а и право ирикин бей конфиг дай бра инзе тебе контекст ан конфигурация метод оба using это дебе контекст он запрет weer сенцевой да то есть тут объясняется что наш проводит может быть сконфигурирован через перезапись нашего метода db context on configuration но это другой то есть это один из вариантов как можно подключиться здесь есть второй вариант так давайте скачаем add дебит контекст перейдем наш стартап и вот здесь вот напишем сервис этот контекст так обратите внимание мы тут можно написать значит смотрим да что представляет себя данный метод он тут так и написано то есть мы с вами можем передать обобщенный это обобщенный метод он принимает себя наш контекст то есть вот он т.к. да давайте добавим сюда наш app data base context отлично и дальше нам нужно будет вызвать use sql сервер опять таки вот у нас этого метода нет use sql сервер для этого нужно добавить namespace microsoft entity framework core вот отлично что принимает себя данный метод давайте посмотрим давайте посмотрим он принимает себя connection string да так connection string это вот та самая строка которая будет использоваться в нашем нашей базе данных и этот метод принимает также лямбду лямбда выражения где мы можем использовать метод use sql сервер и этому методу передать нашу строку подключения то есть все то есть фактически все что вам надо это добавить вот эту вот строку чтобы работал наши аппл database context то есть что мы с вами делаем мы сюда добавим строку подключения как это сделать я обычно использую вот сервер explorer это такой небольшой лайфхак скажем так да то есть здесь есть иконка connect to database у меня уже установлен мск сервер я просто пишу localhost и вот видите выпали все базы данных которые у меня уже есть да я пока выберу какой-нибудь вот один из баз данных которые здесь есть например мастер вы можете выбрать мастер у вас тоже будет мастер и нажмите ok visual studio подключится к нашему серверу я думаю что вы понимаете что для того чтобы вас был сервер вам нужно его установить то есть это msql сервера установить его достаточно просто еду я не стал объяснять в этом видео как это делается нажмите правую кнопку на соединение выберите свойства попались здесь свойствах есть connection string вы можете полностью скопировать этот connection string и вставить его вот сюда давайте перенесем немножко вот так вот сделаем что было понятно да а это соединение закроем то есть close connection любви даже можете удалить его обратите внимание что каталог мастер у нас есть нам нужно будет задать имя то есть сделать другое имя этому каталогу то есть это то самое название базы данных которые сгенерирует entity framework давайте сделаем название соответствующие нашему контексту да просто сюда добавим контекст а по и database контекст я обычно делаю вот таким образом просто интерполе интерполирую сюда нашу название нашего контекста через name of вот таким вот образом да то есть если мы вдруг с вами поменяем название класса то автоматически вот здесь название каталога тоже поменяется соответственно нашему классу все окей да то есть все мы сделали мы можем принципе закрыть стартап и забыть про него да теперь давайте еще раз нажим выберем команду от migration initial migration или что migration это абсолютно кастомное название то есть вы можете любое имя сюда придумать просто не и нет типа первоначальная до миграции нажимаем enter я забыл сконфигурировать этот метод то есть я то его добавил но дебе контекст все еще не понимает куда я добавил свою строку подключения то есть смотрите здесь написано за эти даты дэйс тайп иксепт а так давайте скачаем вот это вот давайте здесь вот напишем паблики аппп датабэйс значит датабэйс контекст да все то есть теперь наверняка должно все сработать сейчас мы пробежимся еще раз по всему нашему всем нашим настройкам настройков настроек очень мало на самом деле но наконец все мы видим что у нас все сработало и у нас появилось сообщение чтобы отменить действие используйте римов migration то если я напишу римов migration по идее все наши миграции удаляться и так что произошло мы видим что у нас автоматически создалась папочка migrations внутри этой мигра папочки появился вот класс и нет migration если вы посмотрите внимательно что здесь содержится мы видим что здесь есть некая инструкция на создание таблицы вы можете создавать эти классы самостоятельно миграции вручную но лучше дать это делать самой системе через команду дать через вот это migration мы видим что здесь есть create table с именем юзер также тут написано что и у этой у этой таблицы users должны быть колонки следующей колонки это вот айдишник и name вот если мы сейчас с вами откроем например вот менеджмент студия то мы с вами не увидим никакую базу данных потому что этой базы данных еще нет чтобы эту базу данных добавить давайте наберем еще одну команду апдейт датабейс значит смотрите вот у меня появляется интеллисенс чтобы у вас появился интеллисенс просто нажмите tab до нажимаем enter сейчас ориен должен увидеть то есть просмотреть нашу миграцию и на основе этой миграции создать таблицы в той базе данных которые мы указывали в connection стринге и соответственно задать имя этой базы точно так же у нас указано в connection стринге обратите внимание дан все хорошо если мы с вами откроем менеджмент студию обновим базу мы видим что у нас добавился сюда добавила сюда база app database context если мы раскроем с вами тейблс мы увидим наш нашу таблицу users то есть обратите внимание entity framework автоматически добавил сюда плюральную форму форму то есть с английском языке это множественное число да также у нас создали с вами две колонки это иди и name который мы с вами добавляли еще entity framework добавил свои служебные свою служебную таблицу migration history он здесь сам записывает историю создания своих миграции но нам это неинтересно давайте сделаем следующее допустим ok у нас есть появился с вами таблица юзер но мы хотим этому юзеру добавить еще какое-нибудь свойство например эйч да мы пишем проб например эйч вот таким вот образом в консоли мы пишем с вами от migration пишем что-нибудь понятное то есть то действие которое должно совершиться у нас после обновления базы данных мы говорим эд эйч юзер тейбл то есть мы добавили свойство эйч к таблице юзер юзер мы нажимаем enter сейчас добавится вторая миграция обратите внимание вот на папочку migrations так отлично вот создалась новая миграция вы можете посмотреть ее инструкцию если вам интересно далее давайте обновим таблицу так как мы только добавили миграцию но не обновили еще таблицу да мы говорим то есть базу данных не обновили мы говорим апдейт датабейс нажимаем enter сейчас они типа его должен просмотреть все наши миграции и добавить еще одно свойство так мы видим дан давайте посмотрим здесь то есть мы просто с вами давайте просто обновим всю базу до раскроем юзера обратите внимание теперь этот юзер содержит еще одно дополнительное свойство эйч я думаю вы поняли идею да то есть изначально когда мы запускаем наш проект мы его должен сконфигурировать то есть фактически просто в класс то это добавить вот такую запись то есть сервисы это дебе контекст добавить наш класс контекста ну а дальше понятно это просто строка подключения ну наверное в первую очередь даже не сюда в стартап нужно заходить было да а так как мы с вами сделали то есть сначала добавили app database к датабейс контекст класс который расширили класс mdb контекст который как раз таки и входит в эти фреймворк корр то есть наша namespace да мы можем нажать например клавиши в 12 перейти к определению и можем увидеть как раз таки как выглядит этот класс да то есть вот он как раз находится в пространстве имен entity framework core отлично то есть мы с вами его расширяем extend им потом добавляем конструктор который соответствует нашему названию до нашего класса далее мы сюда напишем тип дебе контекст options который является обобщенным типом к обобщенным классом далее мы передаем наш контекст уже непосредственно наш с вами контекст и передаем options в базовый класс дебе контекст то есть до base options все это раз потом мы с вами создаем наши будущие таблицы то есть просто навсего добавляем любые таблицы например в папку models обязательно добавляем айдишник через айди или как я уже писал юзер говорил юзер айди мы можем сделать тут несколько таких значит классов вы можете поиграться добавить сюда еще менеджера например да или еще кого-нибудь и не забывайте обязательно указывать системе что все наши классы которые в будущем будут таблицами да обязательно должны быть в нашем контексте app database context то есть вот таким вот образом db set user users все после чего вы уже можете тогда ну проставить также конфигурацию в классе стартап потом зайти вот в менеджер менедж пакетч менеджер консоль и написать сначала от migration например назвать ее и нет migration если вы первый раз сделали эту конфигурацию а потом после того как система сформирует вам класс иммиграции то есть здесь папочки migration вы нажимаете апдейт дата бейс все то есть схема довольно простая то есть давайте вот напишем да мы создаем контекст например у да даже вот так вот напишем первое да аппп ну в данном случае аппп дата бейс контекст но может быть любое название там не знаю например стора да если вы делаете магазин например контекст я обычно пишу тебе что было понятно что это контекст база работает потом мы создаем классы это второй шаг который соответствует например нашему контексту это users менеджер если у вас стора дата это какие-нибудь например продукт например до продукты например который в будущем перейдут в таблицу до продукт ты был потом третьим шагом мы обязательно должны добавить класс то есть изменить класс старт стартап да вот то есть добавить туда конфигурацию все единственное что я вот здесь еще добавлю под описание контекста такую штуку что нам нужно будет сформировать скажем так вот эту вот вещь то есть нам нужно будет обязательно тебе контекста в метод то есть в конструктор добавить наш 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 аргумент общинс скажем так да вот ну и все тут собственно классы как бы все ну или давайте сократим чтобы было проще я думаю так будет проще все то есть все очень просто фук наконец мы создали с вами рабочую базу данных настроили как теперь обращаться к этой базе данных давайте я расскажу как обращаться к базе данных на следующем уроке то есть разобьем этот урок на две части потому что он получился что-то очень большой